Так, значит зашвыряем вот этими цветовыми пятнами, ливанула, взяла коричневый, розовый, ливанула, желтота, коричневизна, ливанула, чуть-чуть белизны, дополнила, коричневый, розовый, наполнила, голубой, коричневый, подбросила, он позеленел сразу, да? Вот такую, вот такую заморочку создать. Смотри, как я кистью орудую, не гладительно, а как бы набирательно, да? Ну-ка, густота примерно такая, хорошо? Да, у тебя чуть темней, чуть светлее, чуть темней, чуть светлее. Ты поищешь вот таким вышкребанием. Вот таким вышкребанием. Прикольно? То есть еще прежде, чем ты будешь все это укладывать, уточнять и укладывать, ты вот таким вышкребанием, вот стерка, смотри, тут же восстановил ситуацию. Вот мощные световые подчерки. Вот они. Вот стерка. Вот они мощные световые подчерки. Вот они, подчерки. Вот они, подштриховочки. Вот она, одежда. То есть мы сначала увидим девушку, как она прозвучит. А потом уже будем с ней наполнять ее веществом и содержанием. Всеми видами шкрябования, шкрябания, создать этот рисунок. Кстати, даже красиво после того, как я стер. Смотри, остатки рисунка прозвучали, правда? Да. Имей в виду, тоже хороший. Ну, поехали набирать. Значит, волосики смуглянки набираешь. Личико. Под личико можно чуть-чуть подтереть. Взять розовенький, желтенький, коричневенький. По направлению цилиндра, да? Штриховка цилиндра. Наполнить. Значит, основная часть лица здесь, в контражуре к свету. То есть, свет, как ним, по очертаниям идет, да? Поэтому будем стараться в этом ключе продолжать. То есть, не делать это световым, делать это теневым. Тогда у нас прозвучит вот этот красивый контражур света. Что касается вот этих пятен, будешь периодически брать мастихин. И с некоторой оранжевостью укладывать светики на белом. Светики на белом. Цвет белого в тени в солнечный день сиреневит. Можно взять ультрамарин с розовеньким. Будет красивый сиреневатый цвет. И вот так прозрачненько, теневые, недолюбливают пустую краску. Вот так прозрачненько до уложишь беленькое. Хорошо? Давай так. Напрасно вот так. А, ты все-таки будешь делать... То есть, ты вот такой ракурс не будешь создать. Она будет ровная. Хорошо, хорошо. Слишком много открытого белого. Смотри. Белый живет только по самому краю. Смотри, сразу засиял освещенный белый. Пока вот было вот так, о белом, о свете на белом ничего не известно. Появляется теневая. Причем доразмешивай краску. Вот эти вот лохмотья... Сначала сделай цветовое пятно, потом наполнишь его цветочками. Вот такое пятно сначала сделай. Цельное. Теневое. А уже потом в него будешь запускать цветочки, закорлючки всякие. То есть, теневое сначала создать без белого. Белый вот где. Только на краях. И мало того, он оранжев. Белый, когда освещен солнцем, он оранжев. Поэтому с легкой оранжевинкой. Хорошо? Штрих по цилиндрику демонстрируем. Разные тональности демонстрируем. Слишком она однообразна. То есть, то у нее чуть седо сверху. То откровенный светик на плечике. То оранжевенький рефлексик снизу. Освещенность... Вернее, от светлых площадок за кадром попадает сюда рефлекс этих светлых площадок. То есть, это тоже тень. Но с рефлексом света от отражателей. Так. Волосики у нас будут, наверное, по плечи. Значит, такую амплитуду не надо создавать. Вот она амплитудка. Достаточно вот этой амплитуды. Лобик у нас открытый. Что-то его закрыло. Открытый лобик. Ну и начни раздавать основные вехи. С этим тоже понятно, да? Ткани существа рубленые и цилиндричные. Именно рубленый характер лучше рассказывает о ткани, чем что-то другое. Рубленый характер. Рубленый характер. Рубленый характер более рассказывает о ткани, чем чем что-то другое. То есть, не вот такой характер рубленый. Так. Возьмем тоненькую кисть. Ну, я пока не вижу смайлика. Ну, совсем уж не различим. Я сохраняю тенистый характер лица, тем не менее. То есть, несмотря на то, что хочется светлить, но я сохраняю тенистый характер. К сожалению, ты съела весь свет на голове. А там хоть немножко свет должен был мигнуть на волосах. Как только появился свет, стало понятно, что происходит. Почему здесь тенистое состояние цвета. Без этого непонятно. То ли она смугла без меры, то ли еще чего-нибудь, то ли грязна, немытка. Поэтому обязательно свет обозначивает нам. Несмотря на то, что она черноволоска, но такой яркий свет, такой яркий свет все равно дает сияние вот этих цветовых, оранжевых, белесых. И теперь вписываем идею черт лица. Для начала берем коричнево-красный. Губочки. Кончик носика. Амбразурка. Вернее, этот самый впадинки. Глазные впадинки. Даже если ты на фотографии не видишь темного пятна глазных впадин, ты себе обозначаешь их. Просто, чтобы они хотя бы были. Потому что глазные впадины темнее, чем щеки и лоб. И уже сюда, в эти теневые амбразурки глаз. глазки. Глазные впадинки. Глазные впадинки. Продолжение следует... ...коричнево-красные мотивы, да? То есть никакой черноты. Краснит пока рисунок. Ну, то есть темные проявления рисунка пока краснёт. Бусинки глаз внутри этих амбразурчиков. Верхнее вверху выражаем мощнее, значительно. И мы в прошлой картине с тобой с этим столкнулись, да? Что значительно выражаем. Если в том личике это было не так выражено, но мы это делали сознательно, зная, что такого правила. То есть здесь у тебя есть эта толщина всего верхнего века вместе со складочкой вот здесь. И идём дальше. Можно все эти вот пятюлечки-пятюлечки прорисовать. Вот эту тёмность туда подбросить. У локоток найти место его. Оно где-то здесь, да? Вот где-то здесь. Увести руку. Наштриховать по цилиндру. Рефлексы. Светик, который сиреневит, да? На руке. Ну это даже не свет, это рефлекс. Значит, рисунок в угол стараемся не затыкивать. Всё устремлено к центру и для центра. Поэтому... Сейчас возьмём бирюзовую. Опускается? Угу. Смотри, оттопырила, опустила. Потом оттопыришь, опустишь. Конечно, я уже всё-таки. Я цепочку приспускаю её. То есть нагромождение рисунка в угол не производить. А всё для центра. Вот здесь можешь раздать узнаваемые цветочки. Но ни в коем случае не там в углу. Вот здесь ради личика, потому что мы, зрители, приглашаем рассмотреть человека, а не угол. Вот здесь можно. Там нельзя. Там нельзя. То есть вот здесь можно. Слишком мелко ушпатлёвано. Нет жеста. Желательно, чтобы на палитре были краски. Очень желательно. Ну так ты видела, что я к тебе приближаюсь? Ты же знаешь, у меня аппетит. То есть жестикуляции не хватает. Всё деликатненько утоптано, утоптано. Было такое? Нет. То есть на жестикуляцию. Чтобы видно было, что художник способен положил из стола. Поняла? Что положил и произошло. Это же не такое ответственное место. Здесь же можно себе позволить? Можно. Поэтому показываю, что мы художники, а не ицки. плечика. Это не шланг. И вообще рука. Это не шланг. Это набор мускульчиков. Есть там такое? Есть. У этой ручечки тоже есть мускулки. Показать. Недооценила ты. Я тебя начал. Но ты недооценила идею рефлексов. Смотри, этот рефлекс пронзает насквозь по диагонали всю эту линейку. И только здесь, снизу темность, красноватая темность. Еще есть темности вот здесь. И даже легкий намек на обводку вот здесь. есть вот здесь темность. Так у цилиндра обычно и бывает. Есть у цилиндра всегда что-то очень темное, что-то менее темное. В данном случае здесь очень уместная темнота. а здесь очень приятная цветовая история. Здесь она такая охряненькая, оранжевенькая. Вместо идеи хлеба есть художники, которые хлеб напишут телу. Стараемся создать идею ягодки на свет. Значит, посмотреть, что было. И то, это я уже добавил здесь светло. И что становится? Появляется идея прозрачности плоти. Как будто она на свет может быть прозрачна. Ну, как палец на свет бывает, да? Узнаваемая история? Вспоминаешь, что такое бывало? Как ушко может просвечиваться, да? Ушечко бывает аж светится вот так. То есть навязываем сюда идею прозрачности плоти. И она начнет у нас изнутри светиться. Идея прозрачности. А вы эти правильные должны быть? Да, только они должны быть более фиолетовыми. Все это чуть-чуть штрихуются по цилиндрику, да? Это не значит, что должна быть она вот так полосата, как эти трубы действительно, но идея штриха должна угадываться. Ты поняла, Юма? Постараться еще найти места, где это может прозвучать. особенно оно звучит, конечно, как рефлексы. Рефлексы от светлых плоскостей на теневую тело. Здесь эти же рефлексы тоже могут прозвучать. Вот здесь, например. То есть, с обратной стороны теневой от этих отражателей. Шею делать из... Знаешь, вот был период, когда художники времен этих Наполеона, они делали из шеи колонны. Поскольку ты взялась делать весь этот рельеф, то хочу тебя предостеречь, потому что либо надо хорошо пользоваться анатомией, знать ее, пользоваться, либо пусть шеечка лучше будет колонной, чем исполнена этих корявеньких мышц. круглость колонны. Круглость колонны. Рефлексики от световых плоскостей. Вот она становится прозрачная. И вот сейчас с этим действием пройтись по телу. ну и козятки цветовые накидай. Вот что-нибудь такое. Вот такое. Смотри, вот такое. Не рисуем, а подтюкиваем. Вот такое что-то. Хорошо? Делай так. Значит, это все в тени. И глаза тоже. Иначе у нее дичка, дичка, как у кошки бывает такое состояние глаз. не существует белого в тени. Сиреневый, розовый, грязноватый, но только не белый. Весь белый вот здесь, а там, а там, где-то. Освещённость солнцем. Понялась? И никак в другом месте. Вот здесь белый. вот здесь. Здесь его дно. И к сожалению, нет ни одного проявления, хлеб и саловый. Это хлеб. Нет ни одного проявления ягодки на свет. Смотри, я усиливаю нарядность цвета. Нарядность. Нарядность. то есть на фоне грязцы я усиливаю нарядность. Появляется вот лёгкая прозрачность, да? а так она хлеб. Она из хлеба. Взяли вот намочили, слепили и она осталась хлеба. Мало того, где родимые штрешочки по цилиндру? Где они? ни ни одного ну неразличимы. и это получился хлеб, ствол, дерево, но не но не а ты обратил внимание, что когда я стал разбивать, стало вдруг так нежно, да? То есть вот этот момент используем, как только мы закопались. Мы сбили рисунок чуть-чуть, но она стала воздушнее, правда? То есть вот это марьево, можно периодически использовать. Марьево, висячево или косово мазочка. Это звучит? То есть если ты закопалась и у тебя все стало рытвенно, скучно, берешь и творишь расправу с картинкой в выгодном для себя ключе. Если ты встретил такую картину, то, скорее всего, художник писал нормальную. Когда столкнулся с проблемами, сделал вот так, получилось красиво. То есть обычно все-таки так уже сознательно так не пишут. А обычно получается так от того, что нужно было спасать картину. То есть некий общий ритм. Этот же ритм теперь нужно создать и здесь. Сначала создать его. Создать его. Потом снова порисовать. Потом снова чуть-чуть создать. Уточнить, потом опять снова чуть-чуть создать. И тогда будет все умненько и хорошенечко. Посмотри, какого цвета там белок? Какого цвета там белок? Белый? Вот так, положа руку за голову. Какого цвета? Грязь. Цветовая грязь. Вот белый. Правда? То есть грязь цветовая. Грязь цветовая. Никакой цвет. Слегка клея или того? Понимаешь? Угу. Значит, доощупать вот это. И веса здесь не надо. Здесь уже не стоит. Чуть-чуть в фоновом пятне поддержать вот этим настроением. Хорошо? Вот здесь у тебя уже оно есть. Чуть-чуть его поддержать. Выкрасила. Давай. Здесь в тени, конечно, у нас другой характер освещения. Поэтому тихонько можно. Это второе. Тихонько можно. Но не громко. Тихонько. Естественно. Я, честно говоря, к автопортрету... Я знаю, что такое писать автопортрет. Это как караул. Ты же себя знаешь таким разным. Таким одно застылое состояние тебя никак не устраивает. Поэтому начинаем путаться, искать, искать, путаться. Толщинку имеют. Сделано с темными чаями. И самое темное место потом... Это вот здесь, где самые длинные ресницы и темность зрачка усилена. Помнишь, как в предыдущем портрете чуть-чуть красниночку чуть-чуть добавили? Чуть-чуть повыше. Чуть-чуть повыше, чуть-чуть повыше. Чуть-чуть отцентнее. Чуть-чуть смуглее. Молодец, блеск умеешь себе. Молодец, блеск умеешь себе. Молодец, блеск умеешь себе. Я лизажист. Вот так подробно порисовала блеск. Смотри, вот эти вот места любят быть подчеркнутыми. Они сразу говорят о том, что человек только что улыбался. Ну и желательно по сухому над ним поработать, чтобы не мешала влажность краски уточнять форму. Потому что мы близко подошли к тому, что там есть, но по сухому было бы гораздо легче заканчивать эту историю. Поэтому желательно дождаться, когда она подсохнет. Скорее всего сейчас жарко, в среду будет сухо. В среду будет рост продолжить. А в июне будет поработать? Каждый год, в воскресенье и среду. А то есть? Нет? И среду тоже? Давай по средам. Чуть повыше, да, дробочки? Вот это припринимаю. Что ж, мы на завтрак. Чуть круглее. А ее можно уставить? Да, конечно. Чуть круглее, чуть тенечка оттуда устремилась. Смотри, и закруглила личико в этом месте. И даже холодочек остались. Вот эта окружающая среда дала рефлексий зеленцы. Смотри. Ты помнишь, как мы делали законодательство, да? Чуть-чуть вот по форме. По форме. Смотри. До свидания. Хорошо, хорошо. Ага, до завтра. По форме. По форме. По форме. По форме. Чуть-чуть. А, ты завтра хочешь принести домашнюю работу? Давай. Давай. Хорошо, конечно. Конечно. Давай так. Сейчас. Попробуй, ты меня? Продолжение следует...